И вы даже не думайте, вы даже не думайте, где я сейчас нахожусь, я нахожусь у себя на кухне. Вот, а что я делаю на этой кухне? Я на кухне, естественно, готовлю кушать. Как бы вам сказать, я человек очень интересный, да, то есть я люблю одну, уважаю многих, но, как бы сказать, больше не нужно, мне одной хватило. Что касаемо сегодня и сейчас, я кое-что умею готовить. А я умею многие вещи готовить. И честно, 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 мне немножко достало то, что, когда я прихожу в различные места и хочу им показать качество, все нас куда-то отправляют чуть-чуть подальше. Ну, это будет хорошо. А чтобы вы поняли, что я готов предоставить для вас, я немножко вернусь в историю своей молодости, детства, естественно. Так вот, моя бабушка была Наталья Ефимовна Малак, она была старшим товароведом Магнитогорского металлургического комбината. Под нее подчинялись все, все, все столовые города, самого комбината и столовые города аутсайд, то есть снаружи, вне комбината в городе были большие количества столовых. И она ими всеми руководила. Как вы прекрасно понимаете, в мое пузо бабушка умудрилась сделать, я могу кушать 80 пельменей, нормальных пельменей. Тогда мы очень редко это делали и делали все это дело нормально и ровно. И это были не те пельмени, которые сегодня, сейчас. Сегодня и сейчас это даже пельмени не являются по сути своей. Ну, не являются и все. Я имею в виду те старые пельмени. И мы никогда не готовили их постоянно. Потому что, если бы мы готовили постоянно, у нас было бы что? Разнос фигуры. В данном случае этого нехорошо. Что касаемо меня даже лично и что было чуть позже. А вот теперь, даже если меня смотрят господа начальники комбината, господа начальники комбината, или господа товарищи, которые чуть позже немножко меня родились, так вот, в холодильнике у нас в трехлитровых банках и ни одна стояла черная икра. О, да, господа мои, естественно, были и замечательные, настоящие. Не то, что сейчас полное говно продается, вот эти охотничьи колбаски, настоящие, качественные колбаски охотничьи того времени. Да, господа мои, да. И я так жил до шестого класса. Потом бабушка ушла на пенсию, и все покатилось и понеслось. Ну, бывает, но я-то помню. Другой вариант. Бабушка довольно часто уехала, ездила в Миндяк, естественно, мне приходилось кушать, готовить. К слову о том, что я уже научился и к тому времени очень хорошо готовил кушать. Естественно, сегодня и сейчас, после дивных событий, куда я устроился? Я устроился в Магнитогорский корпункт Челябинской государственной телерадиокомпании. Мы снимали фирмы, а когда ты снимаешь фирмы для села, вы даже не представляете, насколько это человеки готовы были нас отблагодарить. И вы не думаете, что мы просто так там кушаем? Не-не-не-не-не-не. Сделали фильмов, наверное, 20, может быть, 30, может быть, 40, я не помню. Нас очень хорошо кормили. А еще нас очень хорошо кормили, когда мы приезжали вообще на село, потому что телевидение, это же качество, это же Челябинск. Мы были, питались изумительным образом. Но в 97-м году я стал личным оператором Виктора Филипповича Рашникова. Не в курсе событий, да? Зря, кстати. Естественно, мы везде ездили. Как вы думаете, насколько плохо кормят Виктора Филипповича Рашникова? Вы не думаете, что кормят-то очень плохо. Его готовят изумительные блюда. Естественно, раз, операторы, раз, структура, мы это также и питались. Мало того, после этого дела, маленький нюанс был сейчас, будет еще интереснее. Вы думаете, что я не ездил в рекламные туры? Я ездил в рекламные туры, и это были лучшие блюда тех мест, где вы просто так не сможете. То есть, я все прекрасно понимаю, турки готовят просто изумительно. Они везде, в Египте они такие же, забирают отели, все делают, это просто вкусно. Но когда это вкусно, а отель по стоимости вы там кушаете или ночуете, чтобы вам в этот отель попасть, сумочка должна быть явно не с тысячи долларов, ну, а примерно 70 тысяч долларов за 7 дней или 10 дней. Ну, вы понимаете, да, как там нас кормят, и после этого я вам это дело объясняю. Да-да-да, к сожалению, я бываю идиотом. Это бывает. И вы думаете, что меня как бы не имели? Да, конечно, имели. То есть, грубо говоря, я начал делать качественный шашлык с 1996 года. Меня Валерий Юрьевич Гемерверт научил. И только в последний год, вот, 51-й год, да, ну, надо же, я купил мясо по настоящей оптовой цене. Вы не в курсе событий. Так, ради прикола, забейте, пожалуйста, охлажденное мясо, свинина, естественно, охлажденное мясо, говядина, где конкретно это будет. Вы думаете, что вокруг Магнитогорска вас вот так кормят красиво и ровно? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вокруг Магнитогорска, чтобы вас реально покормиться, прокормиться, то есть, ну, примерно мы съедаем, наверное, 50-100 свиней в день. Это город, не маленький. Скажите мне, пожалуйста, где кто-то может столько выращивать? Нет, конечно же. И сказки нам рассказывать не надо. Так вот, оптовая цена охлажденной свинины, держитесь крепко. Ну, так, за стул. Всего 113 рублей за килограмм. Кто вас обманывает? Вас все обманывают. Вы на это ведетесь. А вы не в курсе событий, да? То есть, вы думаете, что говядина немножко других денег стоит. Не так давно сие события было. В связи с тем, что я в свое время собирался поступить в КПСС, это было в 1991 году, после этого КПСС развалилось, мне пришлось поступить в другую структуру такого же уровня. Почему я хочу это делать? Потому что мне нравится не обманывать людей. Я не люблю обманывать. Так вот, не так давно в Верхнеуральском районе люди, которые потеряли, ну, потравили животное, получили за каждого животного, я имею в виду крупнотелятнического состава, ну, телки, или, ну, бычки, 90-100, ну, примерно такая тысяча рублей. То есть, я просто посчитал, и оказалось, в интернете попробуйте, посмотрите, что охлажденная говядина стоит 170 тысяч рублей. 170 рублей. 170 рублей. То есть, когда вам начинают втирать, вы должны понимать, что вас обманывают. Вас лично обманывают. Вас лично обманывают. Я не стал залазить куда-то дальше, естественно. Потому что в свое время, как бы вам сказать, Советский Союз всегда мне больше всего нравился, естественно. Что сегодня и сейчас я вам расскажу. Раз на нас немножко начинают наезжать, а в связи с тем, что, как бы вам сказать, я немножко умею кушать, готовить, да-да-да, что я очень хорошо делаю. Я готовлю солянка. Своя качественная солянка. Она не дешевый вариант, естественно. Поэтому я ее редко готовлю. Естественно, лобио. Шашлык тут, конечно, базара нет. Борщ, рассольник. Да-да-да, я умею это готовить. Естественно, салат. Но салат я не буду готовить. Это немножко сложности. Но хотя я знаю качество. Вот. Так, вот эти вещи я готовлю изумительно. Да-да-да-да, я это делаю. А еще лобио это просто фантастика. Гороховая каша. Ма-а-а, красотаща. То есть, ну, грубо говоря, я, в принципе, могу, я в свое время имел свой ресторан. То есть, раз вы нас не кормите качественно, я просто неторопливо буду ходить в ваши местечки и пробовать. Первоначально, что я буду пробовать? Естественно, я буду пробовать то, что мне доктор прописал, и это солянка. Если это будет вкусная солянка, я скажу, приходите. Если это будет невкусная солянка, держите, господа мои. Вот. Кроме всего прочего, я умею готовить и знаю, как делается достаточно легкий салат, качественный салат. М-м-м, проверим и его. А есть еще другие события, и я вам просто четко расскажу, стоит ли там питаться или нет. Как вам такой вариант от программы «Дом, милый дом», а? До встречи!